ребят всем большой привет меня зовут ринка соколова и сегодня вместе с вами я хочу впервые попробовать один стайлинг для волос и вместе с вами хочу просто его попробовать посмотреть как вообще им удобно или нет работать и как это будет выглядеть на длинных волосах в общем если вы вместе со мной также хотите протестировать посмотреть и решить для себя стоит его брать или нет тогда оставайтесь со мной меня зовут ринг соколова я здесь вам веща красоте уходит за собой как облегчить нашу женскую участь и жизнь я уже тут начинаем пользоваться как вы видите это стайлинг для создания локонов у меня от природы прямые волосы они достаточно пористые светлые и в общем как у всех девочек есть какие-то свои заморочки я всегда пытаюсь добиться каких-то красивых локонов но к сожалению у меня на волосах совершенно ничего не держится и я не очень люблю всякие там пенки мусс и я люблю все максимально легкое натуральное вот и сегодня вместе с вами мы будем пробовать вот такую вот чудо средства от бренда равенто это не продажа сразу вам скажу это вот вам ничего не продаю вообще в принципе у себя на канале я не продаю я просто с вами делюсь своим опытом у меня как-то узнать продаж хватает в обычной жизни ну так вот это такая штука для того чтобы создавать эффект я не знаю как назвать это знаете после косичек их знаете волнистых локонов морских вот это лично для меня здесь несколько есть уровней можно сделать маленькие локоны побольше я сегодня буду делать максимальный ну что и девчонки поехали смотреть как это все будет выглядеть на волосах ну Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, я одну же сторону сделала. У меня есть тут не до конца сделанные пряди. Вы знаете, что на длинных волосах все это делать достаточно сложно и неудобно. Я всегда в поисках такого стайлинга, с которым можно было бы достаточно быстро хоп-хоп-хоп сделать кудри и поскакать. То есть ситуации у нас разные бывают. И иногда за 20 минут нужно из... Я не знаю, там золочки превратиться в принцессу. Для меня превратиться в принцессу это как минимум сделать кудри, как максимум это навести максимальную красоту. В общем, я вообще считаю, что девочкам с кудрявыми волосами очень сильно повезло. Они помыли голову, проснулись, помыли голову и они уже принцесски. Все красиво, они хорошо. Но это мое субъективное мнение, поэтому смотрите. Объемчик добавила, вот это вот мои обычные волосы. Ну, чувствуете, да? Тут хотя бы хоть что-то уже появилось на голове. Так, ну что, погнали с этой стороны делать. Надеюсь, все будет благополучно. Пока что на все про все у меня ушло, наверное, минут 5. Фу, что-то я уже подустала немножечко наводить эту красоту. Думала, все будет намного быстрее и проще. Ау! Делаю все это на 180 градусах, но волосы конкретно прям нагреваются, ребят. Фу, как сложно быть красивой. Не сложно, но трудоемкий процесс такой. Капец, товарищи. Я уже запуталась в них. Мне как-то один человек сказал, что у меня три волосины, которые торчат в разные стороны. Я хочу вам сказать, мне их хватает. А-а-а! Но зато есть объемчик. Все, уже назад пути нет. Надо доделать эту красоту. Фу! Ну все, под конец всей этой процедуры я уже приноровилась. И мне уже прям нравится, и мне уже удобно им пользоваться. В общем, девочки, я так предполагаю, на раз так десятый. Я уже буду специалистом. Как делать кудри самой себе. Хотите, я вам сделаю обзор на все мои необычные стайлинги? Которые укладочные стайлинги, мои средства такие. Хотите? Потому что я не люблю обычные плойки. Вы у меня увидите по коллекции, какие у меня есть штуки. И вы все поймете. И к ним ко всем нужно приноровиться пользоваться. Итак, делаем выводы. Вначале пользоваться неудобно. Потом перчатки здесь какое-то тепло не надо. Потому что я хотела купить вот эти, знаете, перчатки, чтобы не обжечься. Но по факту она здесь не нужна. Хочу вам сказать, пока что все благополучно, все хорошо. В-третьих, я надеюсь, стайлинговые средства не нужны. Я, кстати, вам не сказала, что я делаю без пенок. Без всего просто делаю на... Я вчера волосы мыла, и поэтому сегодня делаю кудряшки. Вчера помыла волосы. И на сегодняшний день я решила сделать себе кудряхи. Вот. Помощники не нужны. Можно это все делать самой себе. Девочки, у кого длинные волосы, это... Так, давайте мы вот это будем. Ааа! Сглазила, что ли. Только хотела сказать, что... Так. Так, нет. Вот они возле ушей, чтобы себя не обжечь. Делаем максимально аккуратно, потому что ухи... Вещь нужная для того, чтобы нам, мужчины, лапшу на уши увешали. На них надо ушки сохранять. Не забываем, девочки. Нам нужны ушки именно для этого. Ну и к украшению разной носить. Красивой, который нам, мужчины, потом будут покупать. Все. Я финишной прямой. Последние штрихи. И прическа будет готова. Так. Все. Выключаем. Стайлинг убираем. Из розетки обязательно выключаем. Так. Поправились. Сейчас вы первые увидите, что у меня там сзади. Собственно говоря, мне кажется, очень, очень даже прикольно получилось, да? И это всего лишь за 10 минут времени. Объемчик есть. Кудряхи есть. Я, знаете, сейчас кого себе напоминаю? Помните фабрика Звезд 2 была? Да. Да, ребят, я помню, потому что я тогда училась в школе, и там была одна девочка. У нее были такие природы кудрявые волосы. И я себе хотела так сделать. Я хочу сказать больше. Я себе хотела даже как-то сделать вот такую биозавивку волос. Как вы думаете, у меня пошло? Но вместо этого я купила себе вот такой вот стайлинг. В принципе, могу сказать свое заключительное мнение. Вещь нужная, вещь прикольная. Единственное, что пока вы делаете, от него идет такой очень сильный жар. Хотя я делала на 180 градусах, и я прям вспотела. Но, слава богу, у меня есть диздорант. Сейчас вам покажу, какой. Вот этот вот. И сухие подмышки гарантированы. Объемчик дает. Красивый локон дает. Неоднозначный такой, не в один в один завиток. Очень красивенько, объемненько и живенько это все выглядит в целом. Мне очень сильно нравится, и очень рада, что я его приобрела. Если вы какими-то пользуетесь необычными стайлингами, тоже мне напишите. Если хотите, чтобы я сняла коллекцию всего того, что у меня есть для того, чтобы создавать красивые образы, вы мне тоже напишите. Мне будет крайне приятно для вас это все снять. В целом, я довольна этой штукой. За 10 минут, как сказала, можно создать красивый образ. И все здорово, все отлично. Не надо никаких дополнительных людей, перчаток для того, чтобы, в принципе, быть вот такой вот нежной, романтичной девушкой. Благодарю, что вы провели это время со мной. С вами была ваша Ирина Косоколова. До новых видео. Всем пока-пока. Муа!